Добрый вечер, это новости Прима. В студии Анастасия Цыганова сейчас коротко о главных событиях этого дня. Масштабные военные учения проходят в Назаровском районе края. Фотографии техники и военных под запретом, а в лес лучше не ходить. Организация питания в школах Красноярска оказалась сорвана. Дети остались голодные в первый же день учебы. А депутаты требуют расторгнуть контракт с фирмой. Теплоэнергетики сорвали сроки ремонтов на нескольких участках в городе. Заглядываем, никого. Почему обещания закончить вовремя не сбываются? И во что превращаются улицы после перекладки труб? Поминки, бутылка водки и один мотоцикл на шестерых. Полицейские задержали на дороге почти бременских музыкантов. Расскажем подробности курьезного случая. В Красноярске сорвана организация питания школьников. В первые же дни новый оператор из Мордовии не смог накормить всех детей обедами и завтраками. А ведь опасения были еще в июле. Накануне из ряда школ поступили жалобы на плохое качество продуктов. А сегодня депутаты горсовета потребовали срочно расторгнуть контракты. Анна Гейнса знает больше. Мы сами не знаем. Просто услышали, что закрыли буфет. И пришли в столовую вчера. Первый день же был вчера учеба. А там буфет закрыт. А столовая? Столовая вообще открыта. Пока старшеклассники молча жуют шаурму и бургеры на школьном дворе, малышня рассказывает, купить привычные булочки, бутерброды и фрукты в 149-й школе ни вчера, ни сегодня не смогли. Между уроками перекусили только самые младшие льготники. Остальные рассыпались по ближайшим ларькам или ходили голодными. В других школах родители загодя попросили на ближайшие дни собрать с собой сух паёк. Дети нашего города подвержены опасности. Велика вероятность их отравления. Учебный год только начался, а уже сегодня ЧП обсуждают на разных уровнях. Вот хоть на последней сессии горсовета. Всё дело в том, что в большинстве районов города, кроме Кировского и Свердловского, в этом году кормить детей должна фирма из Мордовии. Они выиграли тендер на эту услугу и обошли красноярцев, которые варили детям раньше. Но уже 4 сентября разлетелась новость. Не только не накормили, ещё и продукты в столовые попали плохие. Вакуумированный картофель чёрного цвета. Внутри пакета слизь. Картофель разминается в руках. Помидоры неспелые, зелёного цвета. Яблоки гнилые. Фарш говядины, свинины длительного хранения 12 месяцев. Что категорически запрещается в детском питании. Из-за недостаточного объёма продуктов, качества поставленных продуктов на пищеблоке, питание учащихся начальных классов осуществлялось не в соответствии с утверждённым меню, а через замену блюд на равнозначные по питательным свойствам продуктами, исходя из имеющихся на пищеблоке. Вот так в школах сегодня выглядят буфеты, где дети обычно покупают еду. В самом пищеблоке повара суетятся, готовят необходимый для началки минимум. Бегать, правда, приходится быстрее, чем положено. Оператор должен был нанять весь необходимый персонал, но и тут не справился. Так а у нас человек-то пять, у нас вообще нехватка народу. Да ни повара не хватает, ни пекаря не хватает, мойщиц не хватает, вообще накрывальщик не хватает, никого не хватает. Так что приходите к нам работать. Оператор должен решить вопросы, связанные с выполнением своих обязательств. Он нас заверял и до начала учебного года о том, что штат укомплектован, что питание будет организовано в том же режиме, в котором привык город Красноярск, школьники и родители. И вчера у нас состоялась встреча, и снова мы были заверены, что сегодня у нас питание будет в нормальном режиме. Тем не менее, мы приезжаем в школы и видим, что недочеты остаются. Сегодня до конца дня в управлении образования обещают определить масштаб проблемы, сколько именно школьников остаются голодными, но и исправлять ситуацию необходимо. Депутаты городского совета предложили было ввести в городе режим ЧАЭС, но мэр заверил, разберутся. Сделать выводы, произвести корректировку привозимой продукции, продуктов питания, в общем, все решения, которые необходимо, надо принять сегодня и дать оценку, не откладывая в долгий ящик. В присутствии Роспотребнадзора, наверное. В присутствии. То, что кейтеринговая компания аж из Саранска, красноярцам не понравилось сразу. Мол, свои, вот они рядом. Потом чиновников мэрии даже пытались обвинить в том, что они пристраивают своих родственников. Сейчас же заезжие кормильцы, считай, сами себя добили. Чтобы обелить теперь репутацию, нужно работать идеально. Смогут ли? Справедливости ради, и до прихода к нам нового оператора, вопросов по школьному питанию было больше, чем ответов. Анна и Павел Генинцы, Новости Прима. В Назаровском районе начинаются военные учения между поселками Глядень и Красная Сопка. Гребникам советуют не ходить в лес в ближайшие три дня, чтобы не встретиться с бойцами. Фотографировать технику и самих военных запрещено. Нарушителей будут задерживать на месте и передавать полиции. В небо Назаровского района поднимут вертолеты и квадрокоптеры предупреждают в местной администрации. А в лесном массиве за пределами жилой зоны будут работать вооруженные военнослужащие. Цель учений — отработать тактику на случай атаки беспилотников, либо проникновения злоумышленников в военные части. Использовать будут холостые патроны и средства имитации взрывных устройств. Дорогу между поселками Глядень и Красная Сопка перекрывать не будут, но проезд могут ограничить на время движения колонны спецтранспорта. Закончится учение 8 сентября. В компании «Красноярскнефтепродукт» признали проблемы с поставками топлива. Бензин и дизель, по словам представителя КНП, сейчас вообще не отгружаются в бензовозы с Ачинского НПЗ. Сейчас заправки КНП работают в штатном режиме, но запасов хватит примерно на месяц. Пополняются они с перебоями, в основном по железной дороге, но и там якобы есть проблемы. В РЖД перебои с поставками с их стороны не подтверждают и уверяют, перевозка нефтепродуктов для них в приоритете из-за социальной значимости. Однако проблемы могут быть на этапе отгрузки топлива с заводов. Но в данном случае больше важна не причина, а следствие. КНП выступает поставщиком горючего по госконтракторам. У них заправляются муниципальные предприятия и службы. Если колонки опустеют, это может сорвать их работу. Даже если власти смогут повлиять на ситуацию, у красноярцев есть еще один повод схваститься за сердце и кошелек. Биржевые цены на топливо снова бьют рекорды. Стоимость дизеля пробила потолок и тонна теперь стоит 64 600 рублей. Это на 6 тысяч больше июльской цены. Естественно, вслед за оптом потянется и розница, а заправщики снова обновят ценники. Сроки ремонтов теплосетей в Красноярске затягиваются. В этом году энергетики с опозданием сдали улицы Дубровинского, Перенсона, Марковского, на очереди Щерса и Новосибирская. В это время город вообще больше похож на территорию раскопок. Как движутся работы и почему приходится переделывать, знает Софья Толстопятова. Заглядываем. Никого. Ремонт теплосетей на Новосибирской парализовал одну половину улицы. В радиусе километра тротуары не принадлежат пешеходам. Из-за заборов люди выходят прямо на проезжую часть. Вынесенные трубы уже занесло мусором. Смирению местных можно позавидовать. Это самое страшное в этой жизни. Подумаешь. Ни наводнение, ни пожар. Ремонт. Обычный. По всему городу такой ремонт идет. Там, мне кажется, уже год, наверное, бесконечный ремонт. Такие дойдут трубы вечно, перекопано все. Сами видите, как у нас все здесь красиво. То есть, как можете, вот с колясками. Можем, так и проходим. Счет ремонтом здесь потеряли. Работы на разных участках идут с 2020-го. В этом сезоне, объясняет в СГК, все идет по плану. Крайний срок в паспорте объекта значится конец сентября. Хотя рабочих и техники не видно. Между тем, весной теплоэнергетиков уже отчитывал мэр города Владислав Логинов. Мол, поторопитесь. Я считаю, что компания СГК со своими подрядчиками процесс затянула. Затянула так, как мы на самом деле не рассчитывали этот участок. Но выглядит на самом деле брошенным. Подходите и быстрее этот участок заканчивайте. Для того, чтобы в этом году было все благоустроено. Все крупные ремонты в этом сезоне затянулись. Улицу Щерса перекопали весной и сроки все еще переносят. Последний раз с 15 на 20 сентября. На старте работ звучали совсем другие даты. Будем поэтапно сдавать по мере готовности. Но окончание где-то конец июля. Лишние полтора месяца люди месят грязь под ногами, бегают по дороге и вдоль траншей. Люди, которые сюда попадают, они не понимают, куда им идти. Потому что вон там проход закрыт, здесь работает техника. Кое-кто направился прямо по дороге. Не часто, но хожу. Приходится. Ну а как? А если, предположим, нам сюда к магазинам, мы идем по песку. Идем. И оказываемся в узеньком проходе, где еще дует рядом вентилятор. Пешеходам тяжеловато. Ну да, иногда не знаешь, как. Приходится и идешь, и возвращаться обратно. Ну хорошо, быстрее бы сделали. Все равно это дело нужное. Конечно, трудностей много. Оказалось, на Щерса три недели потратили на изменения в проекте. Город отстроил сквер на месте, где проходят сети, рассказывают в СГК. Там есть сквер семейный, который разместили на существующей теплотрассе. Было принято решение, как бы по просьбе жителей и с администрацией, что сквер не трогать, а надо обойти. Поэтому пока искали новый коридор, делали изыскание. Это недели три заняло. В копилке города и теплоэнергетиков уже есть эпопея на Марковского. В 21-м там уложили некачественный асфальт. Потом несколько раз переделывали. В этом году выяснилось, все придется вскрывать заново из-за старых труб под дорогой. Кто должен был это предусмотреть, концов не найти. Это участок на Дубровинского. Открыли улицу на прошлой неделе, но радоваться рано. Асфальт на месте работы уложили так, что его уже переделывает подрядчик. Софья Толстопятова, Никита Сигай и Илья Гришан. Новости Прима. Что делать, если коллекторы ночами обрывают телефоны, стучатся в двери, угрожают родственникам? Теперь таким вышибалом может грозить даже уголовная ответственность до 10 лет. Об этом дали в выпуске, а сейчас короткая реклама. Почти бременские музыканты, целая пирамида из людей, передвигалась на мотоцикле по трассе Кочергину-Каратузская. Нетрезвый водитель Юпитера вез сразу пятерых товарищей. Ехали из кладбища без шлемов, держась друг за друга. Одному из пассажиров пришлось даже стоя балансировать на колесе и люльке. Уйти от полиции каратузские акробаты не смогли. Прав у 26-летнего водителя никогда не было. Прибор показал 0,33 промилле. Мужчина признался, поминали друга и выпили бутылку водки. За свой мототрюк мужчина получил 10 суток ареста и штраф 9 тысяч рублей. Пассажиров тоже накажут за езду без экипировки. Далее еще несколько коротких новостей. Красноярец пожаловался в Роспотребнадзор на музейный центр «Площадь мира» из-за слишком яркого света. Прожекторы музея светили мужчине в окна. Музейный центр получил предостережение. В Роспотребнадзоре отметили, красноярец не стал напрямую обращаться в дирекцию музея. Возможно, этого было бы достаточно, чтобы уладить конфликт. У компании «Сибиряк» выявили антимонопольные нарушения при сдаче школы в Иландском. Это то самое учреждение, которое построили на месте старой школы экс-губернатора УСА. Из-за этой стройки под уголовное дело попал директор «Сибиряка» Владимир Егоров. Антимонопольщики выяснили, новое здание в поселке было единственным, которое подходило под требование. И других заявок на аукционе не было. А это нарушение. Первое рассмотрение дела об Иландской школе назначено на октябрь. На Свердловской 6А двое мужчин обокрали строительный вагончик. Утащить успели сварочный полуавтомат, три болгарки, шуруповерт, монтажные пилы и лазерную рулетку. Все это спрятали в кустах, а позже перетаскали в Ниссан и уехали в сторону левого берега. Пользователи сети предположили, воруют у строителей обычно сами строители, которые знают, где и какое оборудование лежит. Красноярцев просят опознать преступников и сообщить в полицию. За перепись могил в Красноярске подрядчик получит более 22 миллионов рублей. Мэрия разместила контракт на инвентаризацию. Подсчитывать захоронение начали год назад. Компания «Красноярский крематорий» обследовала 45% кладбища «Бодолыгское». Есть данные о более чем 110 тысячах могил. Новый подрядчик осенью продолжит перепись. Электронную базу всех 10 кладбищ разместят в открытом доступе, загрузят фотографии надгробий и геометки. Можно будет найти потерянные могилы родственников. Авторы «Смешариков» снимут мультфильм про столбы «Сказки Енисея». Главный герой и существо по имени Кикиря приезжает в Сибирь на летние каникулы. Это один из 12 национальных фильмов, которые утвердили в фонде кино. Над проектом будут работать режиссеры «Смешариков» и «Финика». Они неоднократно были на столбах. Смысл фильма — единение с родным краем. На отрисовку проекта уйдет примерно 3-4 года. Красноярские депутаты сегодня отсидели последнюю сессию Гурсовета. На следующую они соберутся уже в новом составе. В каком — будет зависеть от результатов сентябрьских выборов. А пока действующие народные избранники подвели итоги своей работы за 5 лет. О чем-то открыто сожалеют, а чем-то и гордятся. Вот-вот и обновленный гипсовый барельеф вернется на стену 21-й школы. В том числе это случится потому, что желание жителей сохранить историческое наследие города поддержали депутаты Гурсовета. Выделили на это средства. Пока специалисты воссоздают 3D-модель советских пионеров, городской совет собрался на последнюю очередную сессию, чтобы в скором времени тоже вернуться в новом составе. Шутим о чем-нибудь. Шутить в обычной жизни можно и нужно, а вот когда идет работа над важнейшими законами города не до шуток. За 5 лет в городском совете было разное, вспоминает его председатель Наталья Фирюлина. И все-таки шестой созыв депутатов сделал многие вещи, которые требовалось. От ежегодного распределения бюджета города до изменения его архитектурного облика. Именно этому созыву удалось таки принять генеральный план и правила землепользования и застройки. Были и менее масштабные решения, но не менее важные. Из последнего, что у нас появился новый пионерский лагерь для детей, это важное очень решение. Мы увековечивали память наших почетных граждан, следили за исторической памятью. На самом деле, это такие очень важные вопросы, которые способствуют динамичному развитию города. За прошедшие 5 лет депутаты работали сначала на подготовку к универсиаде, потом были непростые годы ковида. Тогда всем в городе пришлось не сладко, а депутатам еще нужно было решить, кто больше всех нуждается в поддержке выделить деньги. А в прошлом году депутаты выбрали нового главу города. Владислав Логинов сегодня благодарил Совет за стремление слышать запросы горожан и совместно находить правильные решения. Это и благоустройство любимых городских зон, это и строительство социальных объектов, это и работа в образовательной сфере. Если мы посмотрим по сторонам, мы увидим плоды нашего с вами пятилетнего труда. Новому составу депутатов достанется приятная задача. Подготовка города к юбилею. 400 лет Красноярск будет отмечать в 2028. В том числе, предваряя это, народные избранники работали над стратегией развития Красноярска. Но проблем по-прежнему масса. У новых депутатов на их решение будет большая часть срока. Да, прежний состав одобрил строительство площадок для выглособак, но их еще нужны десятки. Открыт вопрос с бездомными животными. Да, городской совет поддержал и строительство модульных школ вместо аварийных. Но еще нужно построить много постоянных. Да, у Красноярска сейчас хороший профицитный бюджет, но еще нужно грамотно расставить приоритеты. И многое-многое другое. Это работа будущего созыва. В идеале, чтобы в новом созыве городского совета собрались депутаты самых разных профессий. Именно тогда они смогут лучше всего отстаивать интересы самых разных сфер жизни города. Анна и Павел Генце, Новости Прима. Банк выдал кредит в 400 тысяч рублей. Недееспособные пенсионерки уже это незаконно. Но дальше кредиторы через коллекторов стали выбивать деньги назад всеми способами, в том числе незаконными. Неправомерных действий было много. Во-первых, они постоянно звонили клиентке. После этого она начала давать мой телефон. И, соответственно, банк начал еще и мне звонить. Пытаться каким-то образом воздействовать, спрашивать, почему она не платит, что у нее денег нет. Она не полностью дееспособное лицо, и они по закону не имеют права с ней взаимодействовать. Они должны были обращаться к попечителю. Коллекторы вымогали деньги у пенсионерки несколько лет. Тогда ее юрист подал в суд на банк. Теперь организации придется заплатить штраф 100 тысяч рублей за незаконные методы работы своих сотрудников. К этому скоро может прибавиться и сумма за моральный ущерб. Подобных историй сотни. Жаловаться на незаконные действия коллекторов можно в службу судебных приставов. Там объясняют, сборщики долгов не имеют права угрожать и связываться с родственниками заемщиков, а звонить могут только в строго определенное время. В конце июля Госдума приняла закон об уголовной ответственности для коллекторов. За самые радикальные методы им может грозить до 10 лет тюрьмы. В случае, если в отношении граждан совершаются неправомерные действия по возврату просроченной задолженности, об этих случаях необходимо, конечно же, заявлять. В качестве доказательств могут выступать любые сведения. Это как какая-то переписка в мессенджерах, копии скриншота СМС-сообщений, детализация услуг, телефонные связи, аудио-видеозаписи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Занятные новости от красноярских телеграм-каналов. Телеграм-канал Короче Красноярск пишет, что этой осенью туристов на столбах штрафуют за прогулки с собаками и за сбор грибов. Такое происходит буквально за выходные. Множество нарушителей было им теперь грозить штраф до 3000 рублей. Напоминаем, что все-таки красноярские столбы – это особо охраняемая природная территория. И вот собирать ягоды, грибы, выгуливать животных там запрещено. КРАСЧП публикует на лесопарковой ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика, КАМАЗа. Посмотрите, сейчас вот они встретятся. Да, возможно, в это время там пробки. Ну и эта ситуация дополняет остальную. Сейчас вообще, сообщают нгс24.ру, в Красноярске десятибальные пробки. Буквально полчаса назад такая была информация. Огромные заторы есть в разных районах. Например, на Северном шоссе сломанный автомобиль, есть и авария. Будьте внимательны. Проспект Мира пишет, что красноярские кинотеатры снова перенесли показ Барби и анонсировали фильм «Опенгеймер», который красноярцы ждут, как и весь мир, я думаю. Весь мир тоже посмотрел, скорее всего. Так вот, сначала Барби нам переносили на 9 сентября, а теперь, по данным Проспекта Мира, будет 16 числа показ. Ну а «Опенгеймер» анонсировано в «Луче» на 7 сентября совсем скоро. Телеграм-канал «Примы» показывает в солнечном огромный поток воды. Прямо сейчас идет дождь, мы знаем, возле 144-й школы. Посмотрите, как все течет. Наверняка об этом проблемном участке местные жители знают лучше нас. Ну вот, учитывая, что дождь обещают до самой ночи, там, скорее всего, все усугубится. Ну и телеграм-канал «Балдебютанток» показывает добрую, классную, позитивную историю о том, как в составе группы молодых туристов 80-летние женщины тоже посетили «Ергаки». Посмотрите, как выглядят эти туристки получше некоторых молодых и позитивнее. Все они добрались до вершины, прошли весь маршрут. Так что поздравляем их с этим.